Форсунки В общем, приехали мы в Бош сервис Вот он как выглядит Снимать ничего не разрешили Иду в машину, жду пока там брат разберется Брат сейчас там сидит Я там сидеть не смог, потому что там реально адски воняет выхлопом Я пошел в машину Сижу в машине уже полтора часа Уже стекла запотели Телефон у меня уже разрядился Посмотрел я уже кучу роликов на ютубе Брат так до сих пор и не пришел Мне вообще вот это Я перед тем, как выезжать сюда На диагностику форсунок Позвонил людям, спросил, когда я могу подъехать Чтобы не стоять в очереди Чтобы вы продиагностировали форсунки Я уехал, чтобы не терять время Они говорят, если у вас форсунки сняты Приезжайте Типа сразу же вам проверим Ну вот уже полтора часа это длится Сколько это еще будет длиться, непонятно Это проблема всех сервисов Говорят одно, блядь, делают другое Если бы у меня был сервис Я бы, наверное, такой херней не страдал Потому что репутация сервиса складывается Не только от качественно выполненной услуги А еще от ожидания человека Вообще от ремонта Удобство подъезда Время работы Собственно, сама услуга Сколько ему ждать Отклик сервиса Ну, в общем, это В общем, все туго В это место я вам не рекомендую ездить Короче, такой развод на Бабкино Чего? 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 Сумма, реально? Типа, чтобы распылители на всех поменять Чего это? 32, блядь, 620 Они захуярили? Чего это такое значит? Ну, это будет ремонт столько стоить Замена распылителей Там на четырех форсунках Типа, хуевые распылители Ну, сейчас распечатки даст Он при тебе показывал? И что там было? Ну, если хочет, пойдешь, посмотри Сказал, третью надо Может, и за третьей Потому что она на холостом нигде И распыляет нормально Вообще не качает Распылители лучше на всех поменять Но на третий Надо точно ремонтировать Типа, распылитель Проверили мы форсунки У них не работал принтер Чтобы распечатать То, что мы продиагностировали Написали А как это, блядь? Ты заплатил за диагностику Как ты, блядь? Ну, вот, хочешь, иди Я дальше с ними ругайся А вот они написали мне Проверка Инжекторов 4 штуки 2 Тысячи Ремкомплект Стоил 13500 Плюс 680 Что-то И шайбы И 4 шайбы 200 рублей Итого На запчасти На распылителе 4 распылителя Запчасти 14500 Они хотят И за работу 18200 Клиентам здесь Похуистически Относится То есть, получается Мы сейчас взяли форсунки Они нам дали форсунки Сказали, что их надо На 32 штуки ремонтировать А диагностику Распечатку По каждой форсунке не дали То есть, если мы В другое место обратимся Нам скажут А что у вас продиагностировали? А мы толком сказать ничего не смогли Правильно? То есть, тупо нас развели на бабки И все Ну, получается так Или сидеть дальше Ждать неизвестно сколько Когда они сделают принтер Так принтер у них вообще Наверное, никогда не работает Нет, ну они там пытались Его сделать И не работает Он так передо мной Сломался Я попросил скидку Говорю Но не по моей же вине У вас неисправен принтер Чтобы мне еще раз потратить Приехать сюда За 50 километров Я говорю Это надо мне Время тратить свое И Деньги на бензин Говорю Сделайте мне какую-то скидку адекватную На что мне ответили Ну тогда диагностика не закончилась Ждите дальше Короче Секс полный Ладно Едем домой Ты будешь искать? Я знаю В общем договорились Что распечатку мне отправят на почту Принтер они так и не смогли сделать Очень конечно было неприятно слышать Что так грубо к тебе относится Ты вроде платишь деньги Хочешь получить услугу Но ты эту услугу не получаешь Мне не хотели отдавать То есть мои форсунки Пока я не оплачу 2000 А как я буду оплачивать 2000 Если я не получаю распечатку То есть не получаю диагностики Как таковой Я же не знаю что с ними То есть они Сказали Ну давай там 32 тысячи Мы отремонтируем Твои форсунки А то есть я приходил за диагностику Плачу деньги за диагностику А мне ее не предоставляют И я слышал такое Что там человек Кто он там Директор, не директор Говорит мне Чтобы твоей ноги здесь больше не было То есть я не получил услугу Мне нагрубили Конечно неприятный осадок остался Никому бы не советовал туда идти Так что Так что так В общем сейчас едем домой Я попытаюсь найти адекватного человека В интернете Куда можно будет съездить Где он не скрывая Не надо ничего вытягивать из него Он нам все подробно расскажет Наверное придется второй раз ехать куда-нибудь с форсуночками Ладно всем пока Наверное это видео залью все-таки сюда Нам все-таки прислали тест-планы Как и обещали Сейчас я покажу Что там в этих тест-планах По каждой форсунке Так Тест-план на 4 форсунки Ну вот я открою А у меня уже есть открыт Так Вот у нас одна из форсунок Тест-план ее Лик-тест это Тест на утечки Галочка зеленый горит Сейчас поближе постараюсь сделать ВЛ это у нас максимальная нагрузка Тест не прошел ЕМ это тест на средних нагрузках Тоже тест не пройден Две буквы Л это значит на холостых оборотах Тест пройден И ВЕ это значит предвпрыск пройден Сейчас я покажу самую хреновую форсунку Где типа вообще Где она на холостых типа не льет Сейчас я поищу ее Вот эта форсунка На максимальной нагрузке не в тесте Тест не прошла на максимальной нагрузке Средняя не прошла И вот на холостом ходе На фактический параметр по нулям То есть вообще не льет И предвпрыска тоже нет В общем вот такие тест планы они прислали Я еще постараюсь еще одно видео по форсункам выпустить По поводу еще раз про стенд Только в другом месте И чтобы профессионал вот это все нам расшифровал И как будет работать двигатель Лично у меня вопросов К работе двигателя вообще не было Но стенд показывает вот такие показатели На этом ролик я заканчиваю Не ломайтесь Удачи вам Спасибо что смотритесь И оставайтесь с нами Все всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok